Приветствую вас, мои родные и любимые, и сердцу моему дорогие, Христалюбцы. Ну что, немножко о делах любви. Я вам хочу поделиться информацией об одной моей знакомой, интернет-знакомой, да? Это Алена Талалаева. Я никогда вам о ней не рассказывал. Сейчас покажу переписку. Мы, на самом деле, общаемся уже больше полтора года, с января 2018 года. Еще раз скажу, что я никогда не показывал. Не знаю, кто на меня там выходит иногда, да, особенно религиозные люди, ну или относящиеся к каким-либо конфессиям. Ну, выходит и выходит. И кто здраво общается, неважно, какой конфессия вам принадлежит, я тоже, в принципе, общаюсь, поддерживаю какую-то. Это Алена, она с Украины, с вот этих проблемных зон, где там Донецк или что там вот эти. И она, ДЦП у нее, вот. Ну, вы видите аватарку, она на кресле. Я сейчас покажу какие-нибудь ее фотографии еще. Ну, вот она, да. Видно вам. Где тут она еще? Ну, в общем, вы все поняли, да? Вот. Мы переписываемся уже достаточно, я говорю, давно. Сейчас я вам нашу переписку покажу. Я вот, кстати, даже решил отмотать и долистал до начала. Я говорю, вот тут видно... А, нет. Даже два года мы с ней общаемся. Получается. Или, возможно, было какое-то сообщение раньше, потом позже, потому что вот 12 июля 2017, а потом уже с 3 января 2018 мы стали, так скажем, активно общаться, да? Возможно, даже два года назад была первая переписка, но не общались точно. По-моему, кстати, так и было, да. Она мне написала, привет, очень рада дружить. Я написала, взаимно, как дела, слава Христу, за все, как у тебя, нормально. И после этого мы не переписывались, да, полгода. И потом стали переписываться. Вот. Ну, как мне многие любят тыкать. Вот, у них там пенсии, они же там больные, инвалиды. Она, кстати, только вчера мне вот за два года написала, сколько у них пенсии. Вот, я тут могу к концу вам пролистать. Она вот мне вчера цифру даже. Хотя я не спрашиваю, ну, сейчас объясню, в чем разговор был. Что там 5056 у нее пенсии, и через полгода обещают повысить. Ну, сами понимаете, что это такое за деньги. Живет она, естественно, с мамой. Вот. Ну, и сами знаете, какая сейчас еще и ситуация вот на Украине. В этих областях там, да. Вот. И я хотел просто показать вам тоже. Она, в принципе, никогда особо ничего не просила. Ну, так как денег вечно не хватает, понятно, 5000, что такое одна коммуналка. Вот все об этом тоже забывают, сколько стоит, да. И, ну, она всегда писала там, вот, я люблю кофе, у меня нет кофе. И я сколько мог, всегда помогал там. Тысячу, две, пятьсот рублей, хоть сколько-то, да. Там ботинки-то, туфли там какие-то. Ну, я говорю, я тут вам всю переписку за столько лет не буду писать. Плюс там перевести на Украину не так просто. Там я перевожу на какой-то знакомых, вон, Сергей Валентинович. И она всегда говорила, даже нужно там более подробно скидывать, кто от кого, в какое время, с какого банка. Я ей всегда этот чек сбрасывал с полной информацией, чтобы она видела. Ну, там еды, что, вон, видите, блинчики там. Но я сейчас не буду ходить, потому что это не моя, не я помог, я уж не помню. Она мне, она стала со мной всем делиться, каждый почти день мне пишет, спрашивает, как у меня дела, как у меня жизнь. Ну, естественно, она православная, сами все видите, да. Она постоянно меня поздравляет со всякими праздниками, там, религиозными, государственными. Я ей, естественно, так, в принципе-то, отвечаю всегда. Но на религиозные я не реагировал, и последний раз, недавно я даже написал, что я не праздную все это. Она, естественно, наверное, не смотрит мои видео. Хотя по некоторым вопросам, иногда я сам не пойму, что она там смотрит, не смотрит, не знаю. Но она общается, да, она меня не прессует, как делают многие религиозники. И я, в принципе, ей всегда отвечаю, и мы кратенько переписываемся. А вот она мне, кстати, присылала фотку своих каких-то рваных ботинок, ну, вы сами все видите, да. Ну, фото размыто, я не знаю, дырка там. Ну, понятно, она, не знаю, как она там ходит, или она как-то передвигается. Я помню, тогда сбросил ей, вон, две тысячи, хотя на тысячу там просила. И вот она купила себе тогда новые ботиночки. Еды, кстати, тогда тоже, видимо, хватило даже на еду. Вот. Ну, видите, она мне все время всякие там эти картинки шлет, да. Ну, и вот я говорю, так я никогда не объявляла какой-то особой нужде. И даже сейчас она, вы помните, ну, вон, я ей там, когда перевожу, всегда эти чеки сбрасываю. Тут я больше тогда не буду ничего. Давайте поближе к теме. Она мне тоже стала писать про эту коляску. Вот эта одна, вы видите, она есть. А, вот зубы она делала, я ей вот ей тут тоже помогал. Ну, правда, сказала, делай дорого, я выдрала. Уж потом не стал писать, но ты бы написал, сколько надо было, чтобы сделать, а не только выдрать. Я ж не знал. Она написала там одну сумму. И вот она про коляску тоже, да. Ну, понятно, у нее со здоровьем проблемы. Вы помните, парализованно с Сергеем я общался, да. Они же вот эти все, тело-то все искореженное, и у нее там все болит тоже. Это она мне тоже пишет постоянно. Вот. А так вот тоже она написала, нормально, здоровье. Ну, вот она там на речку иногда ездила. Я фотки пролистал, я говорю, если прокрутил бы, я бы вам показал там. То, что они машину заказывают, там, 500 рублей иногда там возят, видимо, кто-то. Тоже там я ей всегда старался помочь. И вот она тоже про коляску, видимо, какая-то есть, но нужно еще, когда она пишет, нормально, только здоровье не очень. На погоду очень душно, наверное, будет дождь. Я всегда дома сижу, только смотрю, окно не могу на улице. Но они не всегда правильно пишут с ошибками. В окно не могу на улице, потому что у меня нет коляски для улицы. У меня есть коляска, только она может ездить по квартире, а на улице как не может ездить. Мне нужно коляски для ДЦП, чтобы на улице могла ездить. А есть фото. Я есть фото, я тебе просто так передам. Она мне сбросила фото. Она может вес до 50 где-то такую найти. И что без деньги? Эти коляски очень дорогие. Нам никогда ее не купить. Может, да где-то есть. Ну ладно, я вам не буду неправильно читать, буду стараться заглаживать эти все. Но я написал, спросил, сколько она стоит, если в Украине или на Украине или в России. Она пишет, очень дорогие в рублях, а не 50 тысяч. Ты можешь сам посмотреть в интернете просто. То есть время у тебя. Если бы мне дали такую коляску без денег, то я была бы очень рада самой на свете. Но знаю, что это никак не можно. Ладно, с этой коляской. А у нас сегодня дождь, это хорошо. Но я пишу, сам не могу, посмотрите, могу ошибиться, посмотреть не то, что нужно. Но она пишет так. Не могу, не знаю, может смогу передать тебе. Просто так посмотреть, только я ничего не прошу. Не знаю, как передать. Ладно, Дима, мой хороший друг. Она всегда пишет. Мы вами, может, найдем, да где-то. Это тебе. Так, это тебе. Она меня тут поздравляет. Вот она пишет, что пенсию чуть поднять обещают. Сейчас, когда-то там, через полгода. Вот. Ну и, в общем, про эту коляску мы тут немножко. Она потом пишет. Так, я где-то пропустила. Она написала, что она... Они где-то нашли... А, вот, мы нашли коляску. Если все нормально будет, то мы купим с пенсии за 3000 рублей. Ну, понятно, там, где-то бэушные от других детей там остаются. Или взрослых. Ну, и опять она что-то пишет. Мне бы коляску для улицы. Так, за 3000. Я спрашиваю то, что да. Ну, она гулять, конечно, хочет. Об этом все время говорит, да. Через полгода будет чуть больше пенсии мне, насколько мы не знаем. Хорошие новости я пишу. Ну, вот мы вот так вот попереписывались. Все это я подробно рассказываю. И про то, что я там просто показываю, помогал. Ну, любят меня вечно тоже там обвинять во всем, что угодно, хвастовстве. Но мне до этого до фени. Я вам уже говорил. Вот мы с вами сидим, я ролик записываю. Мне пишет Рома Гошков. Неизвестно зачем, наверное, уже. Ладно. Вот. И в принципе-то вы помните, мы люди с Молдовы тоже. Ну, тогда мы покупали тоже новую, вот, хорошую коляску. Собрали, купили даже сами в России. Переправляли туда, в Молдову, потому что там не было. Ну, вот, ну, крайне, видите, она даже сама где-то умудрилась найти вот эту, возможно, бэушную. И плюс, ну, конечно, естественно, домашние, видимо, от улицы отличаются. Там система колес, понятно, что она более мощная. Наверняка там все это придумано. Дом, сами понимаете. Домашние вещи и уличные, да, рабочие такие. Вот. Ну, если нашли, хорошо. Ну, она, видите, пишет, что вроде как сами там с пенсии купят. Но я вам уже, видите, показал, что я сам им не раз помогал. Они нуждаются, естественно. И у меня просто желание появилось. Уж 3000, не такие большие деньги. Но я вам всегда говорил, я-то один, а их у меня много. И, а сейчас я опять тем более не работаю, да. И 3000 я не могу вот так. Он, я говорю, только сижу, уже Рома Гошков пишет. Где на всех набраться, я не знаю. Вот. Поэтому я для своих, для всех показываю. Если есть желание, давайте сбросимся. 3000, небольшие деньги. 30 человек, я всякую, по 100 рублей. Ролик обычно набирает там 100-200 просмотров. Меня всегда удивляет, что результат вот такой вот. Обычно помогает кто-то вот свои. Все время свой узкий кружочек. Пытаемся по сусекам наскрестим. Давайте творить добрые дела. Я всех призываю, если есть желание. Показываю всю эту переписку подробно. Там более-менее, чтобы просто видели, что это живые люди. Вот. Это никакой не фейк. Вот. И плюс, видите, тоже я иногда, видите, сборы объявляю разные. Бывают какие-то вещи более конкретные и понятные. Да. И потом, конечно же, она наверняка уже сделает фото. Она мне присылала тогда фотографии с речки там всегда. Я просто, видите, прервался. Не стал всю переписку прокручивать. Хотя можно было это увидеть. Вот. Про эту коляску уж возьмет однозначно. Скинет. Ну, видите, многие просят тоже там на какое-то лечение. Вот сейчас я еще один ролик буду писать. Вы увидите два. Вот. И там, конечно, бывает, не туда деньги уходят. Да. На растраты, на эти обследования, на дорогу. А что такое деньги? И собираем-то мы там обычно, в частности. Если речь обо мне, а нас, то, конечно, небольшие деньги. И все они разлетаются. И порой даже отчитаться потом тяжело. Но тут по расположению сердца, я им всегда говорил, да, и сам я так, потому что делаю, поэтому и других так призываюсь. Я сам не делал, я бы другим не говорил. Помогите, сколько можете. Тебе 50 рублей не жалко. Пусть они уйдут, неизвестно куда. Я говорю, тебе тысячу не жалко. Уровень твоей веры, вот это, не жалости всего переваливает. Кто-то мне не доверяет, кто-то им не доверяет, мне верят, да. Кому-то жалко, у кого-то, может быть, нету или самого нужда, да. Я говорю, ну, даже при нужде всегда есть 10 рублей. Их завтра можно просто на дороге выронить в маршрутке, не успеть заплатить. 50 рублей билет в один проезд, да. Я специально всеми этими аргументами всегда говорю, потому что это действительно важно. И мы вот не задумываемся об этом. Пройти мимо очень легко, а вот помочь тяжело. Мне иногда пишут, что это слабость банить там, всяких, кто меня ругает. Да нет, слабость это не любить. Помочь это сила, а это все. Вся остальные внешние вещи, они сила в любви. Вот, так что я всех призываю, кто хочет. Причем ты мне такую речь, знаете, за 3000 рублей девочке помочь на коляску. Ну, я стараюсь просто многогранно подойти. Кому-то нужны долгие разговоры, видите. Много поговорить, все показать. Ну, и пусть. Я хотел об Алене тоже сказать. Вот им сколько я ведь сам ей помогал. Я говорю, никто этого всего не видит. И она же у меня тоже такая не одна, да. И просто каких-то крупных вроде бы не было, да. И вроде как даже на еду там есть, хотя и на еду то же самое. Я говорю, она мне все время тоже пишет. Ну, вот, я там это люблю. Естественно, я никогда это не ем, да. Или там раз в сто лет. Почему бы не помогать, если есть, да. Кто меня смотрит, я же тоже не знаю через камеру. Вот, каких-то своих, конечно, знаю. С кем знаком, с кем-то нет. Так что вот так вот. Так что давайте соберем. Ну, все реквизиты, как всегда, я вот, кстати, забыл. Ссылка у вас на экране. Вот она теперь. Надо было ее сразу поставить. Когда эта ссылка на мою страницу. Давайте я уж ее тоже открою. Что-то я забыл, да. Кто может не знает. Кто может не знает. Так. Вот она. Здесь есть пожертвовать. Ну, и там я сразу вам эту ссылку дал. Она называется donate. И здесь все мои реквизиты. Все счета, какие можно перевести. С PayPal, с рублевый, долларовый. Там кому надо. Сбербанк, с Яндекс кошелек, вебмани. Сейчас через телефон все можно. Вон Яндекс. И там почти никаких процентов тоже не берут. Опять же, если там берут. Они просто некоторую сумму удерживают. Сейчас 10% где-то. Но это если через телефон. Прямо с мобильника со счета переводить. Да даже меньше, по-моему. Сейчас они уже около 5% все уберут. С этих счетов. Вот так вот. Здесь поэтому ссылка вся у вас есть. Вот это. Или просто на сайт Христалюб. Или прямо на Христалюб. Donate.html. Ну, я в описании обязательно добавлю. Ссылки, налички тех, с кем я общаюсь. Я, в принципе, наверное, так в описании-то не добавляю в основном. Потому что, ну, что тоже. Люди разные, вы знаете. Меня-то долбят. Ну, ладно, я. Вот. А за этих людей. И кто в личке попросит, чтобы я хоть этого человека знал-то. А вот так просто в описании под роликом оставлять я что-то так. Ну, я никогда так не делал. Хотя, я помню, делал странички тоже для каждых. Но потом я от этого отошел. Я их все позакрывал. Потому что никто на них там особо не переходил. И все эти информации, если надо, можно узнать через меня. Если уж у кого-то есть. Ну, если ко мне. Даже проще просто. Я говорю, все мои реквизиты, когда вы переводите. Там всплывают, вы все знаете полностью мою фамилию, имя, отчество. Вы всегда на PayPal, на Сбербанке всегда увидите. Кузнецова Дмитрия Евгеньевича. Так что вы не ошибетесь. Плюс со мной-то всегда основной связь поддерживает. Можно узнать, спросить, дошло, не дошло. Плюс я потом объявлю, кто дошло, кто не дошло. Кто-то может себя действительно, почему-то какая-то причина была. Поэтому я решил все пускать через себя. Чтобы просто можно было давать отчет. Если есть желание потом, я говорю, хоть до конца жизни поддержать. Или там не доверяете. Пожалуйста. Уже просто в личку мне пишите. Мои, опять же, координаты всегда в описании под роликом. Везде можно найти, на канале там. И я уж тогда, конечно, пожалуйста, общайтесь лично, переводите лично. Мне не жалко, я даже рад бы был этому. Ну, просто некоторые вещи я опытом прохожу. И делаю так, как считаю правильным, удобным. И обязательно просто помечайте, для кого и на что. Там Талалаевой на коляску, да, Алене на коляску. Ну, вот это тоже важно, потому что я делаю разные сборы для разных людей, чтобы мне хоть как-то ориентироваться. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо. Всех люблю, целую, обнимаю. Если есть желание, поделитесь с кем-то. Или сами расскажите эту историю. Ну, или роликом поделитесь. Ну, хотя здесь сумма небольшая, но вы знаете, непонятно иногда, как собираем. Получается, что или нет. Ну, все. Пока-пока.